Боже, будь милцем ко мне, грешным! Создав имя Господь и помилуй меня! Бесчиславися, грешил Господи! Прости меня, грешного, и помилуй! Достойно есть я, кого истину, Блажитель и Благородицу, Преснаблаженную и пренепорощенную, Матерь Бога нашего, Счастнейшую Херувим и Славнейшую воистину Серафим, Без истления Бога, Слова Рожешую и Сущую, Благородицу Тебя величаем! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови! Воскресе измертвое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Создав имя, Господи, помилуй меня! Без числа я согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй! За молитвы святых отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради! Боже, очисти мне грешное, Каникали же благое сотворив пред Тобою! Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя! Да неосужденно отверз, за уста мои недостойные восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Царю Небесный, утешитель и души истинные! Иже везде с Иисусе, вся исполняй! Сокровища благих и жизни подателю, Приди, вселися вны и очисти мне от всяких скверных! Спаси, блажи души наши! Святый Боже, святый, крепкий, святый и бессмертный! Помилуй нас! Святый Боже, святый, крепкий, святый и бессмертный! Помилуй нас! Слава, Цуи, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и ссыли немощи наше, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Цуи, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе Да светится имя Твое, да придет царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле Хлеб наш насущный дашь нам десь И остави нам долги наши, як же, и мы оставляем блажняком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лука богом Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки, аминь Оставши от сна, припадаем тибла, жангельскую песню пьемте сильной Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас Слава отцу и сыну и святому духу Отодраясь на воздвигу, если Господи умы просветили сердце Снимая и отверзи, в одеже песни, если Святая Троица Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас И ныне, и присно, и во веки веков, аминь Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй От сна востал, благодарю Тебя, Всесвятая Троица Ко многих рая Твоя благость и долготерпение Не прогнился на меня ленивый и грешник Угубил меня с обеззакониями моими Но человек олюбствовал Еси обычно И в ничьяне лежащий Гавадиме Еси Воеже утренники словословики державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою И пейте Тя во исповедание сердечным И прославляйте Святое имя Твоя Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу Приидите, поклонимся, Христу, Цареве, Богу нашему Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему 115 Псалом Аллилуйя Я веровал и потому говорил Я сильно сокрушен Я сказал вопрометчивости моей Всякий человек ложь Что воздам Господу за все благодеяния у ко мне Чашу спасения приему Имя Господне призову Обеты мои воздам Господу Пред всем народом его Дорога в очах Господних Смерть святых его О Господи Я раб Твой Я раб Твой и сын рабы Твоей Ты разрешил узы мои Тебе и принесу жертву И имя Господне призову Обеты мои воздам Господу Пред всем народом его Во дворах дома Господне Посреди Тебя Иерусалим Аллилуйя Аллилуйя Хвалите Господа все народы Прославляйте его все племена Ибо велика милость его к нам Истина Господня пребывает вовек Аллилуйя Аллилуйя Славьте Господа Ибо он благ Ибо вовек милость его Да скажет ныне дом Израилев Он благ Ибо вовек милость его Да скажет ныне дом Ааронов Он благ Ибо вовек милость его Да скажет ныне боящийся Господа Он благ Ибо вовек милость его Из тесноты возвал я к Господу И услышал меня И на пространное место вывел меня Господь Господь за меня Не устрашусь, что сделать мне человек Господь мне помощник Буду смотреть на врагов моих Лучше уповать на Господа Нежели надеяться на человека Лучше уповать на Господа Нежели надеяться на князей Все народы окружили меня Но именем Господнем я не изложил их Обступили меня Окружили меня Но именем Господнем я не изложил их Окружили меня, как пчелы сот И угасли, как огонь в терне Именем Господнем я не изложил их Сильно толкнули меня Чтобы я упал Но Господь поддержал меня Господь — сила моя и песть, Он садился моим спасением Глаз радости и спасения в жилищах праведников Десница Господня творит силу Десница Господня высока, Десница Господня творит силу Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня Отвратите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа Вот врата Господа, праведны войдут в них Славлю Тебя, что Ты услышал меня и садился моим спасением Камень, который отвергли строители, садился главой угла Это от Господа и из дивного чах наших Всей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонной О Господи, спаси же, о Господи, спаси же Благословим грядущего имя Господне Благословляем вас из дома Господне Бог, Господь, и осеял нас Вяжите верными жертву Ведите к врагам жертвенника Ты, Бог мой, буду славить Тебя Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя Буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и садился моим спасением Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его Слава Цвесину и Святому Духу и ныне и прислали во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Цвесину и Святому Духу и ныне и прислали во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и незречены в милости, ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верою спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдущих меня. Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твое Вечное, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что оторг меня от Твоих руки оградой, но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарел матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я, когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатанепрещающему. Особенно же, потружу для Тебя, Господа и Бога моего Соса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, постану и хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удались со скверны, лукавы и хульны помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси твоим из страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды. И причисто имя Твоя славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий Владимир Надежды, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородила Иси Христа, спасая, избавителя душам нашим. Непобедимые божественные силы щаснагожи, творящего Креста Господень, не оставь над грешных, уповающих, на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное дару и Твое, сохраняя Крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помил отца моего духовного родителя и сродника, благодетель митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Гафангела, Диамида, Тихона, Антония, священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Андрея, Максима, Владимира и Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра Деодора, митрополита Тихона и весь священнический и иношеский чин. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И наим, дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы ли дали достойно жить подданным их, дабы было из чего уделять нуждающимся. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от тебя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохранять от всякого рода зла и греха, и от непосильных искушений. И защити нас и жилища наши, и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, и обратим. Благослови Людмилу, Болящую Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, прежде добрых жителей с детьми, знающими и любящими уставы твои, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Олег, Болящую. Всех побуди на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентина, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика, и дару истинную веру Самире, Тимуру, дабы не верил же пророкам. Спаси и помилуй Александра, Александра, Сергея, Сергея, Екатерину, Екатерину, Галину. И враждующих против нас найди, усмири, дабы не творили пакостись проповеди Евангелию. И закрой их, лживые уста, И судный день, и помяни их безумия. Не дай им погибнуть. Благослови благодетели наши. Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, обрати. Милости Твоя полна земля, Господи. Надежду, Юрия, Эдуард. И от Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, избавь от пьянства. И найди Александра, где он, Господи. Слава Тебе. Все наше родство найди, помяни. Благослови Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. Посети болящих, дай силу перенести страдания. И пошли мы исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алексину, Людмилу, Нианилу, Нианилу, Марью, Александру, Татьяну, Татьяну, Валентину, Валентину, Надежду. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Найди новые души. Благослови Евгения, Елену, Дарью. И найди новые души, Господи. Слава Тебе. Благодарю Тебя за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, все это может оказаться на пользу. Слава Тебе. Путешествующих Раису, Льва, Виктора. Найди и возврати, если угодно Тебе. Будь милостив ко мне грешному. Будь милостив, Владыка, и благослови. Упокой в обителях небесных, усопших отец и братьев наших. И же с верой и надеждой на воскресение жизни вечного, тошедшего от жизни сей. Ибо нечь человека, который живя на земле не согрешил бы. Родителей и сродников, благодетелей православных христиан, помяни, спаси. И это сокровище наше в интернете. И книги здесь и в пути сохрани. И благослови трудящихся. Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава и Содружество его благослови. Романа избавь от духа лжи. Не дай ему погибнуть. Благослови Виталия, Никите. Даруй духовное рождение. И желание трудиться в поте лица. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог Иегова. А воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Вышне Богу на земле мир в человека благоволение. Благодарю тебя, Господи, за день, в который дал мне веру в тебя. Страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию. Указал на толкование святых отцов, как на истинную каноны церкви. Аллилуйя. Воздай вечности всем, трудившись над моей душой, возрастаниями в тебе. Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, присна Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего. Спаси нас молитвами Своими. Воздай добром всем, помогавшим нам путешествию. Благослови Господи Виктора Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебе, мой ангел, сколько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный сейчас, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И веди на веки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дару и жилье Сергею Гавриеву. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, моли Бога о нас. Укрепи нас, Господи, и сохрани, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Молите Бога на святые пороки Божии. Илья, Ильичей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоу, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Едранием и Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Зекиил, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрехи, Порок, Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли нас в Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными ли добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, юнгелисты, Матфей, Марк, Лукоян. Задарует Господь жажду и следует священное писание, бы через них мы думали жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, поликармсменский, усин-философ, Касмайя, Дамиян, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анкерский, Амфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Динамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Дай добрую веру Анфиму, Вениамину, Иосифа Широдителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога, Анасты и Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Залтоусов, Анасты Великий, Ипрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Теодосий, Кармелий, Игорь, Сергий, Радонский, Степан, Кельмский, Серафим, Саровский, Антобольский, Антонштадский, 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 Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, Анасты, Да дарует Господь нам силы устоять. Замос ретяков разруши, разбей, И в ничто преврати. А детей Твои, Господи, Благослови на проповедь Повсеместно, повсюду, Перед всеми. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фёкла, Первомущеница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепет, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юня, Киприан, Устина. Подарует Господь женам Послушание и Молчание, Соломудрие и стыдливости, Сохрани от всяческого поругания. Несправь, не покорилась Галина, Семейство Евгении, Надежда, Людмилы и Анны, И прими нашу молитву воздияния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное Перед престолом благодати Твоей, Господи. О, всемогущий Создатель, Ты есть Всевышний, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий Твоей И смерти мучительной. Услыши нашу молитву Ради пролитой крови Твоей, О всех заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушай Ты да слышит, Раб Твой. Доброе утро всем. Я материал выставил, Воспитание воспитателей, Просьба просчитать все. Это небольшой трактат. Сгодить со всем. И другим распространить, И где можете. Это главное, что есть. Вот меня спрашивали на конгрессах, Где приходилось быть, Что стетуют руководители страны, Что нет объединяющей идеи. Раньше она вроде была, Пролетария всех стран объединяйтесь. А я говорю, А я знаю, Есть такая идея, И вы знаете, А она опробована? На деле? Я говорю, да. И какая? Я говорю, Дети воспитанные во Христе. Вот это главный лозунг должен быть. Это не будет воров депутатов, Не будет коррупции, Не будет разводов абортов, Не будет оборотней милиционеров полицейских. Дети воспитанные во Христе. И только на этом Все нужно строить. А здесь воспитание воспитателей. Материал очень серьезный. Его вчера вытащили, Но я до утра его В виде брошюры сделал. Выделил все места. Разнес все. Там-то он как-то скучный, А так мелко. Ну, это из нашей книг. Это, кажется, в четвертом томе. Материал огромный. Огромный. Просто, да и трудно найти такой материал. Я строю это не на своих измышлениях. Где-то что-то беру, А главное, это опыт. Все, отошел. Выпускаю кошечек. Вот он какой. Ой, Тихоныч, вы хотите, Чтобы я этот материал начитал? Ого. Сейчас. Вот она пришла. Голубенькая. О. О, пошло делать. Вот еще одно и нету, наверное. Вот вышло. Четыре. Ой, да, Паля, да хорошая. Паля холодненькая, а. Да какая она красивая. Вот. Еще такое. Игнарий Тихонович, вы хотите, Чтобы сейчас этот материал я начитал, да? Так, ты знаешь, Сергей Павлович, Тут такое дело. Подумай, посмотри. Может, не за один раз На несколько частей разбить. Вот здесь именно сейчас и начни его сегодня. Я тебе выслал его. Прям сегодня и начни. Я думаю, было бы это здорово. И по частям так и выставлять будем. И объявлять. Часть первая. Ну и дальше. Посмотри, сколько страниц. Я тебя по страницам сделал. Все. Кое-как закончил к утру сегодня. Там можно потом будет как-то сделать Вот такие картины. Вот видишь, как хорошо выставляете. Вот это вот тоже выставлять, Чтобы оно тут промелькнулось сильно. Материал исключительно сильный. И Лена тут, она как раз и говорит, Там алмазы, говорит, нашла такое. Вот. Смотрите, как выглядит. Гляди, Лена. Обязательно, чтобы и Дарюшка просчитала. Выберите время, не пожалеете. Когда вот так разнесся сегодня все, То, о-о-о-о! Это не то, что там скучно мелкими буквами. Да, я когда увидела этот материал, Я просто, как говорится, У меня аж руки затряслися. То есть, такая кладезь. Смотри, Назяра, садись тебе капучи, Если это вот так нужно. Все. Как у тебя дела? Брат Сергей, сделай, чтобы текст был виден. Вот так. Ну, тут, я думаю, у тебя ошибок немного будет. Потому что, ну, очень ясно все. Вчера долбил-долбил, а сегодня он проще. Вот это ставлю 22-го уже было. И к утру уже, уже ты идешь. Я только последнюю точку поставил. Ну, вот получила страница 85. Прошура. Очень сильная. Тем более, я разбил все это дело. Места писания все выделил. А там-то было книги-то. Когда берешь из книги сюда, Она все пучно сбивает. Не стороне есть еще нет. Я нормально смотрю, Но все равно что-то маленько нагнаю. Не нагнаете, но у меня забывает. У людей хуже намного. У Аллочки плохо. Я закрыл, тут я не слышал. С Аллочкой плохо, говорю. А? С Аллочкой плохо. С Аллочкой плохо. Плохо? Аллочкой плохо? Второй раз делали операцию, Опять ничего. Не дышал. А она из-за чего делала операцию-то? У нее шею раздуло, это. И там... Ну, вот эта шея, эта голова рядом. Виктор Андреевич там настоял, что... Ну, ничего не делаешь, слава Богу. Видимо, нерфили, что-то повредили, что говорить шепчут все. Надя, вот ее вспомни. У меня ни разу... Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Она пример вам всем оставила. Не вали поняла. Никогда, нигде она на меня... Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема о воспитании воспитателей. Так, Сергей Павлович, ты вот зря сказал, я автор. Я только, как говорится, мысли со всего мира собирал. И так назвать-то мои мысли-то тут мало моих мыслей совсем. Я его не признаю своим трудом. Ну, хотя ясно, что составил-то я. Ну, собрано, все. Ну, вы автор книги. Я назвал автора книги, из которой взят этот материал. Что не так? Как надо? Ну, ладно, давай. Перезапишем, давайте. Скажите, как надо. Нет, не надо. Это хорошо, что я сказал, и что хорошо ты сказал. Ладно, пусть так все и будет. Давай. Потому что я сказал, что какую-то строчку человек другого видит, скажет, а вот это моя строчка. Ну, мы в жизни со своего, собственно, нигде почти нету такого. Я многое тут из писания взял, но собрал в кучу я. Просто я сейчас запись выключил. Не надо. Хочу заново перезаписать. Начинать, продолжай дальше. Я не могу дальше продолжать, мне потом запись оборвалась. Заново сейчас. Скажите, как сделать. Скажите, как сделать. Скажите, как сделать. Скажите, как сделать я заново пишу. Запись выключила. Я прошу. Вот так это прерывается. Вот это я просто понимаю, что не сама по себе. Книга «Открытым окон». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема о воспитании воспитателей. Еще Ян Амас Каменский, Эн И. Пирогов и более древние мыслители подтверждали на опыте, что нет более трудного занятия, более ответственного, как воспитание детей и юношества. Нас более всего должно интересовать, что по этому вопросу говорит Бог через святое свое слово. Виды воспитания. Первое. Запреты. Обычные старорусские и старообрядческие. Этот метод помогает детям усваивать все очень быстро, надежно и без рассуждения. Дети растут крепкими верующими фанатиками. В добром понимании слово «фанатес» означает смерть. То есть это люди, готовые до конца стоять за свою идею даже до смерти. Такие воспитанники совершенно не привязаны к священному писанию, склонны к выпивке, к осуждению всех, кто не так понимает что-либо, как они. И легко впадают в гнев и ярость, защищая свои убеждения. Делаются агрессивными, могут избить оппонента, даже своего священника и епископа. Твердо придерживаются веры своих родителей-воспитателей. Внутри себя надежды на спасение почти никакой не имеют. Это не евангельский путь, а основан на преданиях не церковных, а местного порядка, на привычках и на подражании родителям. Таким методом нередко удается воспитать новых савлов. Если на таком основании произрастет авторитет Библии, тогда может вырисовываться образ апостола Павла. У этих детей все основано на страхе. Только бы не погибнуть, только бы не попасть в ад, только бы не гореть в огне с бесами. У них твердая уверенность, что они нарушают заповеди. Бог им представляется только в образе грозного судьи, карающего за несоблюдение постановления. 1 Книга Царств 12.18 И возвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Псалом 2.11 Служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Псалом 18.10 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Из этого способа воспитания можно взять очень многое. Все то, что основано на Библии и на канонах соборов, соблюдение чистого и нечистого, посты, молитвенные правила. Псалом 33.12 Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Псалом 85.11 Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Псалом 110.10 Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Необходимо употребить все силы и таланты при беседе с этими людьми, чтобы их верность преданию повернуть на верность священному Писанию. Придчи 8.13 Страх Господень. Ненавидите зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Придчи 9.10 Начало мудрости, страх Господень, и познание святого, разум. Придчи 10.27 Страх Господень прибавляет дыней, лета же нечестивых сократятся. Таких детей из общей массы легко выделить. Они не скрывают, что они староверы. Как правило, здесь нет никакого исследования психики детей, возрастных групп, библейского анализа их поступков. Ребенок более научается подражанию от родителей в семье и на работе, и из природы. Второй метод научения с нуля. Это когда дети из неверующей семьи и ничего не знают ни о Боге, ни о Библии. Это самый большой контингент детей в наше время, в нашей стране. Воспитатель всегда на первом месте должен держать в памяти, что перед ним бессмертная душа, искупленная Христом. Ценность ребенка. Ребенок отличается от взрослого пониманием всего, что окружает нас. Он не в состоянии выдержать те же требования, длинные богослужения, строгости поста, продолжительность труда и обучения. Дети совершенно иначе воспринимают окружающий мир, чем взрослые. И нужно как можно чаще, хотя бы кратко расспрашивать детей, не только на уроках, но и во время прогулки, как они понимают то, что видят в природе, что слышали, что смотрели. У преподавателя-воспитателя в душе все время должно оставаться что-то детское. То есть он как бы остается вместе с детьми ребенком. Все время нащупывает ту ступеньку развития, на которой ребенок стоит. И постепенно, через образы и сравнения с тем, что ребенок уже понимает, необходимо поднимать его выше. Как правило, запас слов у детей невелик, поэтому новые понятия и слова нужно повторять несколько раз. И после этого переспрашивать, вводя эти слова в контекст. Нужно говорить с ребенком простым языком, но тексты священного писания цитировать полностью, дословно и никогда не упрощать. Сначала прочитать необходимое с абсолютной точностью, невзирая на возраст ребенка и его способности. И только после этого разъяснять простым, доступным языком. Хорошо после прочтения Библии, текста на русском языке синодального перевода 1876 года, никакими другими переводами никогда не пользовался, чтобы не разжигать, чтобы не разжижать мозги ребенка. Своими словами разъяснить прочитанное с использованием примеров. При разъяснении можно пользоваться специально изданными учебниками. Детская Библия, Библия для детей старшего возраста и другие. Дети очень похожи на взрослых глухонемых и на оскудевающих в разуме стариков. Для них этот окружающий мир очень конкретен и намного меньше, чем наш мир. Ребенка часто воспринимают как досаждающего и мешающего, хотя ребенок и предстает пред нами иногда не как обезьянка, а как учитель. Очень многие взрослые с этим не согласны из-за своей тупости и не могут привлечь к себе ребенка и заинтересовать его. Если вы не поспешите установить в его сердце авторитет взрослого человека и при том верующего, то у него найдутся учителя его возраста. Действительно, дети не могут оценить то, что мы с таким трудом созидали, стирали, чистили, варили и сколько бы ему об этом ни говорили, он этого не поймет. Хотя и сделает вид, что осознал, но тут же об этом забудет. Лекарство очень простое. Ребенка нужно немедленно подключать к своей работе, чтобы он делал посильное до усталости и знал, как это достается нелегко. Наше отношение к ребенку в церкви. Евангелие от Марка 10, 13, 16. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Загруженность, работа и усталость отнимает все время, и на детей его почти не остается. Когда ребенок отдаляется от дома и делается эгоистом, то родители сетуют. Мы его поили, кормили, а он? Да, поили и кормили. А другом стать не удостоились. Не нашли времени, не обучали Слову Божию у себя дома. 2 Тимофею 3.15 При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Тимофея обучали бабушка и мама. Как правило, дети, создающие шум в церкви, просто изгоняются или их оставляют дома. До времени это удобно всем. Но только до времени. Притчи 22.6 Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и составится. Ребенка нужно приучить правильно вести себя в церкви. Истово совершать крестное знамение и делать правильные, неспешные, полные поклоны. Не оглядываться, не перебирать пальцами, играя чем-либо. Если ребенок ведет себя плохо во время богослужения, это вина родителей и воспитателей, как правило. Ребенка нужно вывести и узнать, почему он так себя ведет. Если ребенок умышленно и упрямо нарушает порядок, то может быть появится даже необходимость наказать его. Но это всегда нужно делать в уединенном месте, при закрытых шторках и дверях, чтобы никто никогда этого не видел. Ребенка нужно подготовить к богослужению. За 10-15 минут свалить в туалет, правильно одеть по церковной форме и снова дать краткое наставление, как вести себя во время богослужения. И чтобы он не просился ни пить, ни в туалет ранее, чем через час. Наказание – это самое трудное и опасное занятие. Этим должны заниматься истинные воспитатели. Этот один талант уметь наказывать ребенка дороже десятка других вместе взятых. Наказание должно быть не превышающим преступления и назначение его для исцеления и исправления и должно соответствовать проступку. А. Ребенок вертится. Можно поставить на часы, то есть играть роль часового у определенного предмета. Лопата, палка, воткнутая в землю. Это все, конечно, делается дома, не во время богослужения. Покажите ему, как нужно стоять, не подгибать колен и не оборачиваться. Сразу сказать ему, на какое время он ставится. Четверть часа, полчаса. Ни одним видом наказания не следует злоупотреблять. Лучше не добрать, нежели пересолить. Хорошо, когда за ним кто-либо наблюдает. И если он лукавит и нарушает условия, то он должен по знаку, сигналу или свистку подбежать к старшему. И после расспроса нужно, чтобы он обязательно осознался, что он нарушил правила наказания. Сразу поясните ему, что если будет дан такой-то сигнал, то он должен с места стояния бегом подбежать к вам и после собеседования снова бегом вернуться на пост. Снова повторите ему, что плохое стояние на часах, как и плохая работа. Плохо сделанный кувшин, рассыпались, все начинает с нуля. Если ребенок стоит серьезно, не нарушает правила, то обязательно сократите время стояния. Амнистия за хорошее поведение, но время сокращения не должно превышать 1 треть назначенного времени. После этого нужно снова подробно разобрать его поступок и покажите пользу данного наказания. Обязательно приведите несколько текстов из Священного Писания о пользе терпения. Лука 21.19 Терпением вашим спасайте души ваши. Иакова 1.3 Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иакова 1.4 Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Риблина 5.3 И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. Сирахова 2.14 Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? Б. Плохо кланяется. Неправильно совершает крестное знамение. Можно вывести из церкви и расспросить о причине. Если не болен, то предупредите снова вернуть. По возвращении из храма поставить на поклоны земные с крестным знамением. Сто поклонов. В воскресенье наказаний нет. Также и для причастников. Это правило может быть изменено для особо злостных нарушителей, дерзких и непокоривых. Пояснение. Наказание ребенка, как и вообще наказание, дело исключительно тонкое, деликатное и крайне опасное. Но без наказания нет воспитания, дисциплины и порядка. Если нет авторитета старшего, то необходимо будет закрыть школу, детский лагерь, церковь. Наказывать ребенка можно только после допроса его. Знал ли он, что идет на нарушение и какое будет последствие этого? Сегодня на сотню воспитателей и учителей едва ли найдешь одного годного на должность наказывающего, экзекутора, судьи, прокурора, все в одном лице. Если нет стопроцентной уверенности о виновности нарушителя, то не наказывать вообще, а только предупредить. Ребенок должен знать, что ложь, страшный грех от дьявола, солгавший будет наказан обязательно сильнее. Иоанн 8, 44. 1 Иоанн 4, 20. Любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Откровение 21, 8. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Лука 13, 27. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. 1 Иоанна 5, 17. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Пример. За 48 лет в нашем православном детском трудовом лагере Стане не был наказан несправедливо никто. Не был унижен, или чтобы над ним кто-то посмеялся после наказания. До наказания и после наказания нужно дать подробные разъяснения данному случаю и помолиться. В. Ребенок сквернословит. Предварительно с детьми проводится беседа, и подробно с примерами библейскими и житейскими показывается, какое горе ждет сквернословца матерщинника. Матфея 12, 37. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Матфея 12, 36. Говорю же вам, что за всякое опраздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Бранное слово, низость и убожество души. А.П. Чехов. А.П. Не знаю, что Антон Павлович Чехов. Пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Маяковский. Маяковский. Б.В. Б.В. Не знаю, Владимир Владимирович. Хотя сам Володя был старший... Хотя сам Володя Маяковский был страшный матерщинник, богохульник, блудник и самоубийца. И предупредить ребенка, что если подобное еще случится, то его молодой язык отведает молодой крапивы. Наказание обязательно производится в полностью уединенном месте сеткой, авоськой или крапивой. Но никак не рукой. Если ребенок нарушил случайно это правило, а раньше за ним этого не наблюдалось, то можно по договору с ним, что он никому об этом не расскажет, его не наказывать, а только создать видимость наказания. Создать хлопок сеткой по столу с предупреждением, что если подобное повторится, то это неисполненное наказание, условный срок, будет приплюсовано к новому нарушению. Ребенок должен знать, а он это обязательно запомнит, сколько горячих стоит такой проступок. Например, за сквернословие три раза провести крапивой по губам. Слыша это, лицемеры начнут возмущаться, пугать конвенцией прав ребенка. Но для нас никаких законов не существует, кроме божественных. Все остальное временное, развращающее погибельное. Посигновение на личность – унижение. Кто-то кого-то ударил, подмял, причинил боль. Такой должен обязательно быть наказан физически, беспощадно, со всею строгостью. И ребенок должен знать, что его простили, и после наказания за ним ничего не числится. Г. Во время работы следует молчать, но ребенок разговаривает. Заранее он должен быть предупрежден, что придется взять в рот чистую щепку или прутик и держать во рту до перерыва, до отдыха или до обеда. Если же, будучи обустанным, с уделами во рту все равно продолжает болтать, то он должен знать, что это стоит два горячих, но не более, сеткой или крапивой, девочкам по ногам ниже колен, мальчикам по булочке. Д. После отбоя, отхода ко сну, полное молчание. Дети нарушали покой, смеялись или разговаривали, запрещается даже шепотом. Все дети заранее должны быть предупреждены, что они должны знать устав, правила поведения в семье, лагере, в пути. Д. Пояснить, что в Ангелии все студенты, живущие в общежитии, хорошо знают тамешние правила. Дважды нарушивший тишину после отбоя, изгоняется из общежития навсегда. Воспитатель, войдя, спрашивает, кто нарушал покой. Спрашивает трижды, предупреждая, что если никто не сознается и виновный не выйдет, то все до единого будут стоять на часах два часа. Дети сейчас очень пакостливые и невероятно трусливые. Как правило, после такого вопроса бывает мертвая тишина и ни звука, все замерли. Нарушитель был бы даже очень рад, если бы его вообще не наказали, а все невиновные стояли бы на свежем воздухе. Вот с этой-то подлостью мы и боремся. Если кто-то не согласен с таким методом борьбы с нарушителями, то пусть он напишет нам, что он делает в данном случае. И какая от этого бывает польза. И не теоретизировать, а показать на практике. Такой теоретик не может управиться даже с двумя собственными детьми. После этого отдается приказ выходить всем, и чтобы все хорошо оделись и защитились от прохлады и комаров. Нарушителей ставить отдельно друг от друга лицом на восток, чтобы они могли молиться, не видя друг друга. Ни к чему не прислоняться. Обычно через час они смиренно просят. Хочу спать. Иногда хватает и полчаса. Снова проводится с ними собеседование о том, какой вред они приносят себе и другим, когда мешают спать. Разъяснить, что на завтра после отбоя они должны будут достоять недостающее до двух часов время. И чтобы они сами завтра об этом напомнили старшему руководителю. Каждый вечер желательно советоваться с детьми о том, во сколько они хотят отойти ко сну. Но не позже десяти часов. Подъем всегда в летнее время в пять утра. А при уменьшении светового дня постепенно отодвигать до шести, шести тридцати. Объявляется, что можно переголосовать через две минуты. А они желающие лечь раньше. Попытались бы убедить в этом и других. Если это им не удастся, тогда берется среднее. Девять тридцать. Если они просили отойти ко сну в девять. Е. Ребенок не хочет трудиться. Категорически запрещается уговаривать его. Дети должны приучиться бояться остаться без работы. Чтобы они сами настойчиво выпрашивали работу воспитателя. Он должен знать, что если он не будет трудиться, он не будет есть, играть, купаться. Во время обеда он должен стоять прямо, не облокачиваясь. Обязательно в столовой лицом к ядущим. На кого, но когда другие работают, он может сидеть на виду. По каждому пункту обязательно должно иметь особые места священного писания. Которые следует многократно, по самому малому поводу повторять, буквально врезать сознание детей. То, что язык Библии это не язык любителей словесности, не язык цицерона, об этом сказал сам Бог. Как читает об этом и в житиях святых. Как читаем об этом и в житиях святых. Это язык Творца, который не всем нравится. Если бы вещи могли издавать голос, то что бы сказала дерево о пиле и топоре. Ребенок не приучен что-либо делать и это в нем закрепляется очень быстро. Лев Толстой говорил в возрасте 80 лет, что половину того, что есть в нем, он получил до 4-х летнего возраста. Это особенно касается отношения к труду. Здесь по каждому пункту будут даны особые места, стихи Библии, заготовки на каждый случай. Конкретно. Что ли он задевает, то ли еще не знаю. Это у вас перезагружается. Что делать? А то у вас скайп перезагружается, а то не у Сергея. Так. Еще нажать, друзья, зеленую. Да. Горваем и объяснить участь ленивого и отношения к нему окружающих. Что значит взять и отряхнуть руку? Дети любят реальность, то, что можно пощупать. Вот это и означает учить во время и не во время. Такие примеры врезаются в разум ребенка на всю жизнь. Здесь мы даем несколько таких золотых стихов, чтобы, дабы было из чего вам выбрать, что для вас более подходящее. Только никогда не витийствуйте, не разглагольствуйте. Если вам приходится быть там, где есть посторонние и вы увидите пьяного человека, что не редкость на Руси, то не прибегая ни к какому осуждению этого человека, объясните детям о том несчастье, какое ждет каждого из них, если они не будут трудиться. Он тоже совсем недавно был маленьким ребенком. Как он вел себя в школе? И вот здесь приходится говорить уже не обезличенно, а на конкретных примерах о детях с называнием их имен. Вот ты не выучил урок, прокрутился и зря прожил день. Ты мешал учителям, отвлекал детей и этим был нежелателен для всех. То есть, если бы тебя не было, то никто бы не только не пожалел об этом, но даже были бы рады. Баба с возу, коню легче. Это означает, что никто не испытывает благословения на тебя. Простите. Никто не испрашивает благословения на тебя. Ты стоишь уже на кривой дорожке и идешь над пропастью. Абсолютно всегда во всем нужно видеть возможность дать понятие о вечности, о небе, о смысле жизни. Полезно сделать разбор всего, что окружает нас. Пищи, одежды, строений. Это большая школа, это целая академия, притом доступная детскому сознанию. Не все сразу, но постепенно нужно рассказать обо всем. Сначала взять самое необходимое, без чего невозможно прожить и дня. Хлеб, как он добывается. Ты, воспитатель, хорошо это знаешь. Начни с молитвы «Отче наш» и выдели слова «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Подчеркни качество хлеба, что он никогда не приедается. Что изготавливают из пшеницы. Покажи на этом примере великую милость Божью к человеку. Как трудно достается хлеб труженику сельского хозяина. Он всегда готов для нас из одной лишь муки в великом разнообразии. И даже в пустыне Бог давал удивительную пищу по вкусу лепешки. Иоанн Златоуст говорит, что мы не знаем, питаются ли чем ангелы. Но если они питаются, то в пище их является хлеб. Псалом 77, 25. «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Если человек делается бедным и переходит через черту бедности, он остается бедным не ниже куска хлеба. Притча 6, 26. «Потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». И снова подчеркнуть, что если не будем трудиться, не приучим все десять пальчиков к труду, чтобы они постоянно шевелились, то можем дойти до того, что не будет и куска хлеба. Притча 6, 10-11. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь неленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя». Притча 24, 33, 34. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный». И снова подчеркнуть, что если ребенок не будет учиться, приучаться к труду, то он все равно будет что-то потреблять, есть, ничего не создавая, то есть быть паразитом, и придется в конце концов пищу себе искать на помойках. «Если тебя сейчас послать к мусорному ящику искать себе пропитание, то ты посчитаешь это для себя за унижение. Но любой бомж считает для себя за счастье найти что-нибудь рано утром в этом ящике, и они дерутся за обладанием определенным мусорным баком». «Эти наглядные уроки иногда уже слишком запаздывают. Есть дети, которые ничем не могут выделиться, и они приучаются кривляться, хохмить, пытаются кого-то рассмешить. Это тоже не следует оставлять без внимания и снова возвратиться к хлебу». «Нужен трактор, комбайн. Кто их должен делать? Для изготовления нужен металл. Кто его должен добывать? И так можете кратко представить весь процесс, попутно подчеркивая, как мудро Бог все устроил, заложив в землю кладовые из уголя и руды. Следует рассказать о чуде Божьем про израстание зерна. Повторяю, воспитатель должен знать очень и очень много, и сам учиться всю жизнь. Воспитатель есть учитель, а учитель, как капитан корабля, всегда должен знать все. Он сам должен трудиться непрестанно и всегда вставать раньше детей, чтобы они его никогда не видели спящим, и тем более утром в туалете. Авторитет воспитателя должен быть непререкаемым буквально с первых минут в знакомство с детьми. Мы вообще не сортили, буквально. Мы это разбор делали. Никогда не добивайтесь дешевого авторитета и никогда не перегибайте палку, не суемудрствуйте и напрасно не витействуйте. Основная движущая сила работы с детьми это молитва, любовь, труд. Ж. Не хочет утром вставать. Это явление, хотя и редкое, но встречается. В помощь сброшенное одеяло и холодная вода. Чуть-чуть, как из пистолетика, только сбрызнуть. З. Ребенок рассказывает неприличный рассказ, анекдот, услышанный от своих товарищей, или поет непристойные песни. Ответная реакция почти всегда одна и та же. Наказать. Необходимо узнать источник происхождения, спросить ребенка, знает ли он, что в этом есть что-то неприличное. Попытаться в доступной форме разъяснить смысл, сделать выводы. Научи его разбираться в слышанном, подкрепи соответствующими местами из Святой Библии, и чтобы он выучил их наизусть. Ни в коем случае не наказывать за это ребенка, если это в первый раз. Постарайся найти подходящий рассказ, схожий с этим, но прилично выглядящий, нелишенный юмора, и скажи. Это можно рассказать в любом обществе, и будет даже более интересно. А теперь сделаем выбор. Что лучше? Не загоняйте детей в старообрядческий тупик. Не пытайтесь сохранить их под зеленым сукном. Если же ребенок пойман на этом и уже после наказания продолжает следовать дурному, то постарайтесь его изолировать. Сирахова 23.19 Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Это язва неисцельна, и нужны методы, которые недоступны воспитателю. Врачеванием должны заниматься уже родители. Даже не пытайтесь исправлять его, ничего у вас не получится. Так говорит Библия. Горбатого исправит только могила. Поезд ушел. И дети воруют. Если это происходит в семье, то вина в этом только родителей. Приучите ребенка пользоваться своими вещами, никогда не надевать чужую обувь и даже верхнюю одежду, не говоря о головном уборе. Мое и не мое. Здесь возведите железобетонную стену высотой до неба. Этому учите с малых, с молодых ногтей, с пеленок. Это нравственный закон, но не закон природы, и без научения к этому ребенок сам никогда не подойдет. Когда он начнет понимать, вселите в него страх Божий, что вор царствия Божия не наследует. Раньше были старинные, так называемые лицевые книги в лицах, в картинках. Там изображались различные виды казни, которые терпят души после смерти. Матерщинник подвешен за язык на крюк, и снизу жалит его змея. Кто-то горит в огне. Это не мультипликационный фильм ужастиков, голубая. А наиподлиннейшая реальность, согласная со Словом Божьим. Второе Коринфянам 5.10. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Знаете, Хронич, у вас микрофон не выключен. Отключить? Я отключу пока. Откровение 14.11. И дым мучения их будет восхарить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся простите, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Лука 16.23. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. 1 Коринфянам 6.10. Ни воры, ни лихаинцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследуют. 1 Петра 4.15. Только бы не пострадал кто из вас как убийца или вор или злодей или как посягающий на чужое. Если можно, постарайтесь узнать, проследить путь этого ребенка к воровству, почему в нем не насажден страх Божий. Если воровство повторяется и после научения и объяснения, то следует сурово наказать по рукам крапивой или сеткой, предварительно спросив, какой рукой брал. Всем детям пояснить, то есть государство, где за воровство отрубают детям пояснить, что есть государство, где за воровство отрубают руки. Тунист. Сделать тщательный разбор по каждой украденной вещи, когда, где, сколько свидетелей. Расследование должно быть как можно более глубоким. Судья в Саудовской Аравии задает ворову только один вопрос. Какой рукой воровал? У нас в стране вор может быть судим десятки раз, и у них же только до трех раз постепенно отсекаются обе руки и голова. Убедить ребенка, что ему необходимо в присутствии старших самому своей рукой вернуть похищенное владельцу, приложив к этому что-то из своего и испросить прощения. Исход 22.1 Если кто украдет вола или овцу и заколит или продаст, то пять волов заплатят за вола и четыре овцы за овцу. Постарайтесь ввести в устав правила, чтобы вообще предупредить возможность кражи. Ни у воспитателя, ни у детей не должно быть денег в общем помещении. Без разрешения старшего и по одному дети никогда не должны заходить в место, где они спят. Если произошло воровство, то об этом сделать соответствующую запись в особой тетради с описанием всего и рисунком похищенного. Здесь должно быть написанное собственноручно ребенком обещание никогда и нигде ничего чужого не брать, будь то деньги или вещи. Категорически запретить детям обмениваться вещами, одеждой или что-то покупать друг у друга. Приучите детей никогда не подбирайте деньги, которые лежат на дороге. Обойди, перескочи, но не бери. Тем более сейчас работают целые преступные группы, которые подбрасывают деньги на дорогу перед прохожими, а потом отнимают все, что тот поднял и попутно раздевают. Если случится, что появится такой ребенок, прибыл испорченный из семьи пьяниц воров, то постарайтесь сделать воровство невозможным для него. Никогда и никак не оставляйте его одного. Он не должен появляться на кухне в келье, быть с чужими вещами на пляже на берегу один. Нужно провести с ним беседу, предупредив, что если он что-либо даже самое маленькое украдет или поднимет или присвоит, то он будет стоять или сидеть с большой надписью на груди «Я вор». Если же это повторится неоднократно, то постарайтесь немедленно отчислить его. Обо всем этом вести запись в журнале с подписью свидетелей воспитателей с указанием точного времени часов минут, с указанием места с точностью до одного квадратного метра, с описанием вещей, цвета, размера, количества, с подписью свидетелей это документ. Если сумма внушительное, то сделать заявление в милицию, попытаться вернуть похищенное. Познание духовного мира ребенка. Всегда пытайтесь войти в его возраст, развитие, сегодняшнее состояние. Вы не взяли с собой ребенка в церковь и ничего не объяснили, по какой причине он остается дома. Вы должны очень четко представлять буквально звучащие его мысли. Сегодня дети развиваются намного быстрее, чем в прошлые века. Говорю не о нравственности. Общая характеристика детей исключительно лживые, хитрые, развратные, грехолюбивые, нежизнеспособные, готовые сбежать куда угодно, только бы не быть здесь, где с их душами занимаются. Меня интересует только русская нация, и я говорю только о ней. Не думаю, чтобы другие народы намного преуспели в духовном, тем более там, где нет истинного православия, согласного со Словом Божьим. Если ребенок не находит радости в посещении храма и не ждет этого как праздника, то для него это в радость, что вы не взяли его. Если вы решили за что-либо наказать этим ребенка, проучить его, то можете быть уверены, что полностью проиграете. Он сделает все, чтобы вы не взяли его с собой. Будет специально даже мочиться под себя, делать пакости. Безбожники, губящие детей денно и ночно, отдающие им внимания меньше, чем любое животное, очень любят показать свою любовь к детям. И в этом видятся только извращенные выкидыш их мысли. Они называют детей ангелочек мой, душа моя, жизнь моя. Они утверждают, что дети безгрешные, чистые, как стеклышко, ни в чем не повинны. Библия упреждает нас более чем за 27 столетий до наших ангелочков. Хотя он и ангелок, но рога в потолок. Ничего нет злее, бесчеловечнее, безжалостнее наших детей, рожденных от Адама и Евы. Посмотрите, как воспринимают какой-либо физический недостаток дети в школе у своего сверстника, как они лгут, сквернословят, воруют и буквально изничтожают слабейшего себя и калечат друг друга. Известен случай, происшедший в древней Элладе. Мальчик, поймавший перепелку, остриг ей ножки. Прикиньте, по криминальной хронике, кто бы сегодня обратил внимание на такую невинную шалость. Там был созван Верховный суд страны, где было выслушанное мнение самых авторитетных мыслителей, психологов, участковых по делам несовершеннолетних. И тогдашняя дума единогласно вынесла решение. Повинен смерти. Мнение адвокатов и защитников не принимается. Слишком весомый аргумент против. Какая польза была этому парнишке от того, что он искалечил птичку? Никакой. Почему он отрезал вторую ножку? Потому что он испытывал наслаждение уже от той первой ножки, когда отрезал ее. Спросили, сразу ли он ее отрезал или отдельно по коготкам? Он сознался, что членов родительства занимался не первый раз. Эксперты дали заключение, что подобные будановы и чикатило рождаются не в роддомах, а на чердаках. Историки свидетельствуют, что будущие инквизиторы в начале пытки домашних животных и обезьянок, поджигая их на жаровнях. Мальчик был пытки. Историки свидетельствуют, что будущие инквизиторы в начале пытали домашних животных и обезьянок, поджигая их на жаровню.